Всем здравствуйте! С вами на связи Еленя Монотиаду. Я приветствую вас на своем канале. Тема сегодняшнего нашего расклада была предложена Анной Булинской. Как вы уже видели, название, что необходимо сделать, чтобы активизировать, расширить денежный канал. Вообще на моем канале не так много раскладов, связанных с финансами, либо с профессиональным развитием. И вообще не так много на ютубе. Причина заключается в том, что это не совсем интересно. И по просмотрам это вот как-то подходит, наверное, если еще профессиональная сфера нас интересует, то непосредственно финансовая, она не столь востребована, что ли. Но поскольку я обещала, что я буду делать расклады достаточно разные, и если они идут внизу, да, с моим пониманием, то все-таки финансовый аспект, он нас всех интересует. Безусловно, прекрасное развитие, как духовное, так и самоанализ, но, как говорится, кушать-то хочется. Поэтому давайте посмотрим, что же такое происходит с вашими финансами, что они вас не удовлетворяют. Потому что финансы – это следствие, корень причина, а вот что происходит, мы сегодня с вами и разберемся. Это тоже напрямую связано с нашей духовностью, потому что это энергия, и вы это знаете. Я просто думаю сделать расклад на две позиции, либо на три, но если вы уже смотрите, значит, вы уже знаете, да, что я определилась, и, наверное, это будет две позиции. Две позиции будет сегодня, потому что мы будем рассматривать пять вопросов. Пять вопросов – это, ну, достаточно большой объем по времени, и расклад получается большой. Когда в раскладе много вопросов, я стараюсь сделать меньше позиции, но иначе я буду торопиться и не получу того результата, что я хочу. Так, я предлагаю сегодня красненький камешек отложить. Так, моя благовония не соизволит пахнуть. А мне очень нравятся запахи. Вот. Поэтому надеюсь, что наша лиманда будет пахнуть. Прекрасно. Итак, как я уже и сказала, не хочет уймиться. Так, раздорелась. Итак, две позиции. У нас будет два камушка – голубой и зеленый. Посмотрим, в каком… какое последнее обращение на стенде вы хотите? Так, вот так. Будут зелененький и голубенький. Две позиции. первая, вторая. Выбирайте. Пахнет, а не пахнет. Пока вы убираете. окей. Так. Надеюсь, вы определились. И мы с вами приступаем. Голубенький откладываем сюда и мы посмотрим позицию номер один. зелененький камешек наш, кубик рабообразный. Итак, позиция номер один. Почему вообще возникли у вас трудности с деньгами, да, либо в чем проблема? То есть, если вы спрашиваете, наверняка есть какие-то трудности. Иначе вы не просто так задались вопросом расширения. Давайте посмотрим, в чем трудности с деньгами на данный момент. В чем проблема? И сразу выпадает король педаклей, говорящий о том, что действительно сейчас трудности с финансами, скорее всего, знаете, здесь даже не совсем столько с финансами, сколько стабилизировать, да, чтобы как-то вот устаканить этот процесс, чтобы быстро, ну, поставить его на рельсы, чтобы не было вот этих, вот знаете, переживаний, волнений, да, сегодня приходит, не приходит, будет, не будет. И здесь вопрос непосредственно связан даже не с увеличением, да, канала как такового, сколько стабилизации, да, чтобы было вот это вот спокойствие, комфорт, что все понятно, все известно, я знаю, что я буду получать деньги. Почему? Потому что здесь возникает такое ощущение, что есть волнение, да, деньги приходят, но они как-то вот приходят не на постоянной основе. Это не как будто бы вы работаете где-то на наемной работе и зная, что у вас каждый месяц там зарплата. И то, даже если вы работаете на наемной работе, все равно есть какие-то волнения, выплатят вовремя, не выплатят, получу, может быть, есть какие-то задолженности, то есть здесь вопрос некой такой стабильности возникает. Почему? Потому что, да, здесь, знаете, здесь, возможно, как-то вы фантазируете, мечтаете. Да, именно вопрос стабильности я уточнила, потому что здесь выпадает колесо фортуны, вот, и семерка жезлов, говорящая о том, что вы закрываете от каких-то перемен. Возможно, вы понимаете, что для того, чтобы увеличить либо расширить свой финансовый поток, вам нужно произвести какие-то перемены. Вы это головой осознаете, но внутри себя как будто бы закрываетесь от этих перемен. Один вариант, да, то есть вы хотите, но при этом не хотите ничего менять, да. Хотели бы, чтобы, допустим, шанс, какая-то возможность появилась сама собой, и только после этого я буду действовать. То есть действовать сложно вам идти, да, потому что, возможно, вы вкусили, да, либо был у вас такой период достаточно большой суммы денег, и вот как-то меняться уже возникает страх, а вдруг я и этого не получу. И вот здесь вот происходит такой момент, что вы закрываетесь, либо вы закрываетесь от каких-то повторных ситуаций. Возможно, здесь переживание о потере, да, что будет, да, страхи, страхи, страхи двигаться дальше, я бы так сказала. Да, здесь непосредственно то, что есть уже какая-то стабильность, и не хотелось бы ее тратить, но при этом больше денег очень и очень хочется. Так, давайте теперь посмотрим, а какие ваши действия в прошлом привели вот к настоящему положению дел? Что в вашем прошлом, я просто думала, что я не хочу брать оракулу, но все-таки я хочу посмотреть на этой колоде, что в прошлом, в вашем прошлом привело именно к настоящему положению дел. Здесь у меня, знаете, энергетически считывается, что, в принципе, есть просто волнение. Я не могу сказать, что здесь страхи, а здесь просто волнение и переживание. У вас все достаточно хорошо, то есть вы не голодаете, чтобы прям так вот вопрос выживания вставал. Так, что какие? Ну, все идет очень медленно, да, все идет, вы очень медленно идете к своим целям. И вот этот вот процесс, знаете, когда-то, может быть, затяжной, да, может быть, вы параллельно здесь, знаете, может быть, есть вопрос финансов вставал, именно потому что хотите пойти чему-то, возможно, обучаться, а у вас нет дополнительного ресурса. То есть стабильный ресурс, да, допустим, на проживание, да, на покрывание каких-то потребностей, он у вас присутствует. Но вот на какие-то дополнительные нужды, желания, здесь, возможно, либо не хватает денег, и поэтому вы задаетесь вопросом о дополнительном, да, о расширении, либо здесь, знаете, хочется что-то, ну, с одной стороны, либо на какое-то обучение, да, на развитие, может быть, если это ваш бизнес, да, на расширение его, вот, это с одной стороны. А с другой стороны, здесь возникает вопрос, знаете, вот получения удовольствия, да, вот на какие-то свои личные нужды. Ну, вот то, что по времени, это очень медленно и вам непонятно, да, возможно, в прошлом вы и создавали какой-то свой бизнес, и вот вообще время, оно здесь показывает какое-то ключевое значение непонятности, да, неопределенности, что-то все такое мутное, вот, и я не могу понять, да, все такое зябкое, я не могу понять, не могу определиться, то есть есть развитие, получаю ли я каких-то результатов или нет, потому что все показатели, они вроде бы стабильные, они хорошие, но почему-то я не вижу увеличения дохода, да, и я не могу понять, с чем это связано. Еще какие ваши действия привели к настоящему положению? Ну, здесь была смерть, здесь была остановка, вот именно действительно остановка в вашем денежном канале изобилия, и это было связано, знаете, как-то вот слишком, либо заземлились, да, либо здесь как-то вот все стабилизирует, вот тяжесть, вот присутствует, знаете, какая-то тяжесть, непонятность, да, может быть, какой-то груз, да, вы попали в капкан своей, в капкан справедливости некой такой, знаете, может быть, больше тратили, да, вот, здесь, возможно, у кого-то в прошлом были какие-то, может быть, брали ипотеку, да, ну, то есть такое ощущение, что как будто бы забирали вот эту вот энергию из своего будущего, это было в вашем прошлом, о чем я говорю, то есть когда, может быть, брали в долг, да, то есть то, что хотели, и в тот период, когда вы это хотели, у вас не было денег, но вот желание, оно было очень большим, вы пошли на риск, да, взяли то, чего, что вам не принадлежало по праву, я не имею в виду, что вы здесь правородство, а здесь, знаете, вот, допустим, вам показывают, что сейчас было не время, вы же остановились как-то вот на своих собственных желаниях и, может быть, взяли ипотеку, то есть, что я хочу сказать, вместо того, чтобы как-то вот накопить необходимую сумму, да, а потом, исходя из этого, продействовать, вы как будто бы, ну, вот, в рассрочку что-то взяли, да, и вот эта вот рассрочка, это взятие энергии, да, потенциала из вашего будущего, а сейчас, когда вы пришли в это будущее, оттуда, откуда ранее забиралась, да, энергия денег, сейчас у вас как раз-таки как будто бы вот этот вот провал нету, это период, который, он вам, знаете, по справедливости вы получаете, чтобы как это понять, это на ситуативном уровне, когда-то в прошлом мы жили на широкую ногу, вот, и не было вот этой вот, знаете, уравновешенности, да, в контексте доходов и расходов, то есть расходы были большие, чем были доходы, и сейчас у вас происходит вот это вот выравнивание, и вы попались вот в собственный вот этот вот капкан, да, если так можно сказать, то есть по справедливости, да, когда вы взяли лишнее, сейчас эта пустота, она должна выравниться, поэтому у вас период на данный момент, когда нету финансов, либо они стабильны, то есть нету развития, да, то есть вам хватает ровно на то, чтобы жить, не существовать, прямо с концами сводить, а именно жить, но про расширение здесь вопроса быть и не может, то есть здесь, условно говоря, пришло следствие причиной именно в прошлом, когда брали больше, чем нужно. Что еще, какие еще могут быть здесь причины? Ну да, уходит все в прошлое, когда где-то, знаете, ну вот я говорю, здесь энергия такая, что поверили в прошлом, что как-то вот свои, возможно, способности, да, что, ну, может быть, был период, когда давали, это было давно, когда давали, допустим, легко и просто кредитные карты, да, то есть наберите и потом рассчитаете, вот это вот, знаете, дьявольское, да, возьми сейчас, попользуйся, а потом мы решим, как будет. И вот это вот потом, оно настало сейчас, да, чтобы вы понимали, с чем это связано. Хорошо, теперь я хочу посмотреть, а как вообще вы транслируете в поле, в энергетическое, да, свое отношение к деньгам? То есть, как, возможно, люди вас считывают, либо как вы показываете, ну, вот эта вот энергия, которую вы излучаете, о вашем отношении с деньгами? Ну, вы это и транслируете, что сейчас все, знаете, как-то по умеренности. Возможно, кому-то из вас помогает, помогает ваша семья, это один из вариантов. Второй вариант, вы живете уже на том, что когда-то, возможно, накопили, да, когда-то было, то есть на готовом, да, то, что заработано было в прошлом, и вот сейчас вы как будто бы поедаете, ну, именно остатки вот этого вот прошлого, того, что было хорошо когда-то ранее. При этом вы транслируете себя достаточно таким, ну, умеренное у вас отношение, да, с деньгами. Достаточно, вот чистое такое, я не могу сказать, что прям одержимое, либо зависимое, да, от материи, от финансов. Нет, здесь нет такого. По крайней мере, вы показываете, что вы стараетесь найти какой-то баланс, да, тот, который был ранее, вот именно ваши качели, то вверх, то вниз. Сейчас вот именно, знаете, некое такое затишье. Ну, и да, конечно, безусловно, четверка педакля про это и говорит, что вы стараетесь сохранить то, что имеете. И очень много, может быть, вспоминаете тех моментов, когда вам ранее было хорошо, у вас были деньги, как вам жилось, да, вот эти вот воспоминания. Немножечко жадничаете, да, по крайней мере, показано и вот такой момент. Ну, то есть некая такая вот стабильность. Как еще вы взаимодействуете с деньгами? Ну, сейчас ощущение того, что пришел какой-то период, когда вам нужно будет научиться делать выбор, да, свой дальнейший выбор, как дальше взаимодействовать с деньгами. То есть здесь нужно будет действительно сделать какую-то переоценку, да, понять. Вот у меня, знаете, карты не показаны, но такое ощущение, что вы достаточно легко относились ранее к деньгам, легко в контексте поверхности, но, знаете, вот тратили, даже, может быть, не на себя, может быть, на других, и тратили очень большие суммы. И здесь вопрос не о том, что это вот как-то, ну, не зрело, а вопрос о легкомысленности. Вот мне здесь шута не хватает, чтобы вышел, прям вот такая вот энергия. А сейчас у вас, знаете, какое-то отношение должно поменяться, каким оно должно стать. Ну, во-первых, вы должны перестать переживать и волноваться, да, за деньги. То есть вот вы как будто бы вот своими вот этими волнениями, волна, да, то есть волнообразная. Вы, как это, происходит встряска вашего поля энергетического, вам нужно просто успокоиться, потому что вот эта вот волна, она как будто бы отталкивает от вас финансовую вот эту вот составляющую. Очень-очень переживаете, да. Деньги любят тишину, они любят вот эти вот волнения, эмоции, вот. И не случайно, я говорю по умеленности, да, что вот эти вот яркие эмоции, которые были у вас, вы как будто бы сейчас стараетесь с ними взаимодействовать. Ну, то есть учиться не переживать, но все равно переживания, уволнения еще остаются. Вам говорят о том, что вам нужно пойти в новое, поставить себе какие-то новые цели, планы для того, чтобы выйти победителем. Здесь, знаете, здесь не хватает такой энергии более структурированной, то есть понимания, да, каждого своего шага. Вы помните, я говорила здесь по луне, что-то непонятное, что-то не, вот какое-то такое зыткое, туманное, непонятное. Вот вам не хватает какого-то планирования в контексте финансов. Я могу сказать, что вы как будто бы жили, знаете, на волне. Пришли хорошо, не пришли, ладно. А сейчас вам говорят, надо как-то, знаете, повзрослеть, более относиться к деньгам, опять-таки убеждение того, что деньги любят счет. Потому что, знаете, именно у вас есть способность зарабатывать деньги, но по королю педакли есть еще и математическая способность, да, то есть деньги для того, чтобы они были, их нужно уметь считать. И вот вам нужно в голове рассчитывать, да, именно понимать, да, ваши доходы, ваши расходы, где вы тратите, допустим, на то, что не нужно. А в каких-то моментах наоборот, нужно себя как-то радовать, да, давать удовольствие. То есть вот какая-то, знаете, вот я просто вижу, что здесь нужно записывать как-то. Это не потому, чтобы вам экономить. Я не об экономии говорю, здесь вообще король педакли – это хозяин, он хозяин. Но хозяин в экономии, да, вот сейчас ваша позиция такая некой жадности, да, а это показатель того, что есть недостаток. И вы этот недостаток транслируете в поле, а вам наоборот, нужно как-то запустить этот поток, да, чтобы убрать вот этот вот страх жадности, мне не хватает, чтобы вы перестали транслировать в поле вот этой недостаточности. А для этого вам нужна фиксация своих финансов, да, сколько вы получаете, допустим, вот эту сумму я выделю на удовольствие, и я получу это удовольствие, я не буду об этом думать. То есть здесь вот какое-то вот планирование необходимо, плюс ко всему какой-то сбор информации на выявление каких-то новых идей. Здесь, знаете, вот как-то правила игры должны поменяться. Здесь двойственная позиция, да, с одной стороны вот очень жесткие правила, а с другой стороны вообще бесправильно. Я могу сказать, что здесь вот энергетически считывается, что вы либо, знаете, в каких моментах можете быть жадными, да, допустим, на себя потратить что-то, а с другой стороны вы можете огромные суммы тратить вот на других людей вот просто так. Допустим, даже если кто-то пришел вам взять в долг, вы, ну, не пожалеете, а дадитесь с барского, так говорится, да, плеча, причем даже не просив какой-то залог, либо какие-то гарантии, что человек вам вернет эти деньги. А на себя вот лишний раз как будто бы боитесь потратить. То есть вот здесь вот такой некий диссонанс, да, либо много отдаю, либо мало. Вот как раз по умеренности вот эти вот качели. И вам нужно создать новые правила игры. То есть здесь вам не хватает новых знаний о том, как работает денежный поток. Вот это все вот вы транслируете в поле. Хорошо, что вы должны понять и усвоить из этой ситуации? Ну, вот мне кажется, я все время как будто бы предугадываю вопросы и уже сказала, но все равно. Что вы должны понять в этой ситуации? Во-первых, вам здесь вопрос непосредственно связан с вашими желаниями, с вашими мечтами. С вашими какими-то надеждами и вот, знаете, как-то вот долгосрочными планами, да, но в контексте. То есть здесь до какого-то определенного момента у вас была разрозненность между материальным миром и духовным миром. А вам нужно понять, что это одно и то же. И просто проявляется немножечко по-разному, да. То есть та же самая духовность, да, она может проявляться как в виде денег, да, в виде бумажек. То есть тот человек, духовность, да, понимание ценности себя, оно, вот я оценен, да, и эта ценность эквивалентна, ну, то есть бумаги в материи, она проявляется в виде бумаг, либо в виде железа, да, в зависимости от кухюр, какие. Поэтому вот здесь вот вам нужно понять и разобраться вот с этим моментом касательно вашей духовности, что вот действительно вы изобильны. И здесь вам нужно понять, а что вы хотите и на какие цели вам нужно. Вот, вы знаете, здесь вот какое-то вот отношение к деньгам очень важно пересмотреть. Вас этому учат. Возможно, ставить иные цели. Вы боитесь. Вы боитесь принимать решения, да. Вот вам, вы знаете, здесь такое ощущение, вам не хватает некой такой рискованности. Вот это вот ваша детскость, о которой я говорила, да, что шут не выпал, но все равно характерная черта шута, это то, что вот мы идем в неизвестность, да, мы принимаем решение рисковать. И вот вам как-то вот этого риска вот этого не хватает. Я не говорю, что прям там играть в азартные игры или еще что-то, нет. А иногда риск, он оправданный. Вам нужно слушать себя, да, когда, когда рисковать и в чем именно. Вот здесь вот решимости не хватает. А почему вам не хватает решимости? Потому что, потому что, потому что здесь встает вопрос какой-то вот именно финансовой конкуренции. С чем это связано? Ну вот вам тяжело, вам как-то тяжело конкурировать, да, на рынке. И здесь вот вопрос вот то, что я говорила ранее о ценности себя, да. Вот как человека, не то, что здесь о профессионалах, а вот именно как личности. Понимание того, что, как бы вам донести эту суть. Вот даже вы себя обесцениваете, да, вот знаете, даже в каких-то мелочах вот это вот даже неразрешение себя себе потратить на себя что-то. Это показатель того, что я недостойна, то есть не давайте мне деньги. Вот это вот, я, как бы вам рассказать, вот пример, знаете, так ощущаю, я не могу сказать. Как собака, да, все понимаете, сказать не могу. Вот здесь вот, и как бы валя, знаете, некой такой уверенности, да, вот внутреннего стержня. Когда иногда смотришь на человека, да, вот он выражает вот такую вот прям уверенность внутреннюю. И хочется этому человеку доверять, хочется этому человеку давать постоянно. Вот у вас сейчас на данный момент нет вот этого состояния уверенности. И тем самым вы транслируете то, что, возможно, вам, ну вот нету понимания своей ценности. Насколько я ценен как личность, вообще нужен этому миру. И здесь сложность еще возникает в том, что, возможно, какого-то здесь, понимаете, понимания вам не хватает, да. Каких-то знаний, вы как будто бы, что-то здесь новое вам нужно изучить. Да, здесь, возможно, знаете, нужно, если у вас есть свой бизнес, да, именно понимание, как взаимодействовать с другими людьми, да. Вот выстраивание этих границ ответственности, да, что значит бизнес, что, какие там энергии, да. Вот здесь вот не хватает вот активной, вот этой сильной, мощной мужской энергии вам внутри. Возможно, на вас так просто повлиял коронавирус и вот это вот все заточение, что немножечко самооценка упала. Вот, и здесь вот вам вот это вот не хватает. Структурности нету структурности. Я не знаю, как это объяснить. Нету ясности, понятности, да, какого-то вот плана. Ну, то есть в финансовом аспекте это очень необходимо. Что мешает вам открыться денежному потоку, чего вы не видите? Прекрасно, я хочу посмотреть, сколько там времени. И, к сожалению, я уже не вижу. Так, хорошо. Хорошо, что мешает вам открыться денежному потоку? Давайте посмотрим, да, чего вы не видите на данный момент. Знаете, здесь карта выпала, карта неизвестности, которая говорит о том, что вы сами все знаете. Вы сами все знаете, что вам мешает вообще открыться. И здесь, знаете, какой-то вот, я бы сказала, откровенности собой, да, какого-то внутреннего принятия, что ли. Вот искренности какой-то вам самим собой не хватает. Радости, вот чистоты не хватает. Видите, радость, вот ребенок и радость. Вот я говорила про Шута, вот он вышел, ребенок. Вам не хватает вот какой-то, знаете, иногда, когда мы говорим, допустим, не хватает радости, не хватает легкости. Вам нужно понимать, что это очень важное состояние, да. Что когда мы говорим в легкости, может быть, а у вас проблемы. Вы можете понять это, как, ну как я могу радоваться, да, когда, допустим, у меня на душе тошно. Вот в том-то и дело, что вот в том состоянии, в котором вы находитесь, вам не хватает этого состояния. Я уже говорила в одном из каких-то своих рассказов. У нас есть эталонное состояние, да, вибрации. Состояние – это некие вибрации. И для того, чтобы притянуть что-то, да, как-то вот взаимодействовать с миром в унисон, вам не хватает какой-то чистоты. То есть, допустим, вы звучите вот здесь, а вам не хватает, там, я не знаю, там, одной октавы, да, пол-октавы, выше, ниже, для того, чтобы получить, что вам не хватает. Вот эти вот октавы, да, вибрации, о которых я говорю, это состояние. То есть у вас много чего-то, да, и чего-то не хватает. И вот это вот то, что вам не хватает, когда выпадает, это нужно себе дать. И здесь вопрос не в том, что мне так плохо, как я могу сейчас радоваться, да, или бы легко относиться, когда у меня сложности. Вот в этом-то ключе состоит. Что как только вы это научитесь, либо вы себе дадите это состояние, вы его ощутите, вы поднимите свои вибрации, да, либо измените, может быть, опустить нас. Ну, в данном случае поднять, потому что радость – это выше. То есть правильно, на правильных волнах звучать. Вот здесь вопрос в чем. И вы это прекрасно знаете, здесь карты говорят. Поэтому, пожалуйста, сделайте, подарите себе вот это вот состояние, какой-то период. Вы поймете, сколько нужно, если будете слушать себя, потому что вы умеете слушать и услышать себя. И вы увидите, как ваше восприятие начнет меняться. Вот в чем причина, чтобы мы поменяли восприятие. А как мы поменяем, если мы находимся в том состоянии, в котором мы находимся сейчас? Вот как раз-таки что-то другое должно войти в нашу жизнь, чтобы мы поменяли свое восприятие. И вам говорят, что вот это вот другое – это как раз-таки есть вот это вот состояние легкости, да, состояние какой-то, знаете, безмятежности, когда я просто живу, да, я хочу радоваться, я просто хочу душать, я просто хочу немножечко расслабиться. И для этого не надо ждать, не надо каких-то вот денег, да, что вот мне надо заработать, чтобы я прям ощутила в себе вот эту легкость. Нет, ни в коем случае. Вы это можете дать сами себе, порадоваться. Да, разным сейчас, я знаю, в принципе, как это сделать. Да просто посмотрите какую-нибудь комедию, там, где можно повеселиться, можно посмеяться. Соберитесь, посмеитесь, вспомните свое какое-то состояние, какие-то ситуации в детстве. Порадоваться. Здесь даже не смех, а здесь радость. Это другое состояние. Либо прям вот попрактикуйтесь осознанно, чувствуйте, чувствуйте это, дайте себе команду, чувствуйте это. Просто вам здесь вот как будто бы, знаете, иногда цветок, когда долгое время не поливаешь, он начинает немножечко, так, знаете, завивать. И стоит его только полить, он, лоп, сразу поднялся. Вот вам вот эта вот поливка, это и есть вот это вот состояние радости, состояние ребенка, некой такой легкости, да, можно, возможно, поверить в какое-то волшебство. Вам нужно пережить какие-то утраты, которые были у вас. Вот, потому что сейчас наверняка есть какой-то такой, знаете, какая-то такая напряженность, остороженность. А это мешает, это выстраивает забор между вами и финансами. Хорошо. Что же нужно сделать все-таки в конечном итоге, чтобы денежный поток возобновился? Ну, во-первых, вам нужно время. Это один момент. Во-вторых, если выпадает карта целебные травы, вам нужно перестать, как-то, знаете, ссориться с самим собой, излечиться. То есть здесь иногда может быть такое ощущение, что вы как будто бы сами себя ругаете за то, что было в прошлом. А вам говорят, нет, то, что прошло, сделали выводы и больше никогда к нему не возвращаемся. Никогда, ни при каких условиях. Достаточно сделать выводы и отпустить. А вы же постоянно себя корите, лините, и исцеления не происходит. Никакого исцеления не происходит. Да, здесь именно, знаете, вот остановка, зависание, ощущение вот жертвы, да. Вам нужно, чтобы возобновить поток, сделать просто шаг со шагом, да. Выстроить себе план и делать один шаг за раз, не торопиться. Да, здесь, может быть, иногда бывает такое, что вы торопитесь. Пурый цель Пендакли, мы говорим о том, что он делает однообразную работу, повторную, но при этом он двигается на один шаг вперед. Он не торопится. Он четко понимает, что вот мне нужно сделать вот это, а вот этот шаг, а потом я пойму. То есть, как говорила с каждой Духарой, да, я сделаю то, что я могу сейчас, а завтра я потом подумаю. Вот вам нужно сделать именно вот это, пока, потому что вы не придете к какому внутреннему балансу, о котором я говорила, вы сейчас не придете, потому что у вас идет перекос, вам не хватает этих энергий, радости, легкости, детскости, о которых я говорила. Вот когда вы их получите, вы придете к внутреннему балансу. И тогда вы сможете замечать, у вас выпадает туз Пентакли, тогда вы сможете увидеть возможности, да, вам дастся какая-то возможность. Почему? Потому что сейчас у вас идет какой-то вот самообман, какая-то хитрость, вы хотите пойти в новое, да, но каким-то старым своим известным способом. То есть не идете в новом, а старыми методами я хочу войти в новое. А вот это вот делать не надо, да, здесь вот вам как раз таки говорят, что нужно вести себя как король мечей, холоднокровно, все просчитать, знаете, вот стратегию какую-то выстроить. Вот так вот вышло у нас по первой позиции. Жду вашей обратной связи, что у вас там происходит, вам карты не хотят собираться. Так, это мы убираем, а вот у нас зелененький камешек был, позиция номер один. А мы с вами переходим к позиции номер два и голубому камешку. Видно? Видно. Хорошо. Давайте теперь посмотрим, почему у вас возлегли трудности с деньгами, в чем проблема. У вас здесь проблема на данный момент. Момент, мне не хочется прям, не хочется у меня сгадаться. Связано, знаете, с какой-то вот воинственностью. Энергию у вас здесь воинственная. Конфликтность, да, знаете, вот какая-то конфликтность и некая такая, знаете, агрессивность. Причем у первой позиции был король Пендакля, а здесь впадает королева Пендакля. Королева Пендакля на самом деле, она, это тот архетип, который очень ответственно подходит к деньгам. Знаете, это тот архетип, который умеет не просто хозяйственно, да, хорошо относиться к деньгам, да, распоряжаться деньгами правильно, а это тот архетип, который умеет еще и приумножать деньги. Так как королева Пендакля у нас является женским архетипом матери, да, то мать она всегда взращивает. Вот у вас есть способность, да, взращивать деньги. Вы четко понимаете, куда надо вложить, сколько надо вложить, да, вот допустим в супермаркет вы не ходите спонтанно, вы понимаете, вот это надо купить, вот настолько потрачу, то есть здесь такое ощущение, что возможно вы чеки держите, да, то есть из тех людей, кто не выбрасывает. Ну, то есть у вас есть полное понимание, что такое деньги, да, и как с ними нужно взаимодействовать. Но у королевы Пендакля есть один минус, все-таки это водная часть земли, и хоть она и плодородная, заработала, да, интересно, хоть она и плодородная, вот это вот ее водная часть, она говорит о некой такой меланхолии. Иногда ваш эмоциональный аспект может влиять на финансы, и поэтому сейчас вот трудности ваши, они возникли как раз-таки на основе вот вашего эмоционального состояния, потому что здесь вот идет по Пендакле какая-то, знаете, борьба такая, какой-то вот, я не знаю, агрессии, очень много агрессии, да, некой такой напряженности, да, сложности, может быть, вы как будто бы отстаиваете какие-то свои деньги, да, может быть, общаетесь с людьми, требуете, да, какие-то вот задолженности, вот здесь вот достаточно жестко, да, здесь какая-то вот есть одержимость, да, победа любой ценой, я получу то, что я хочу. Вот вы как будто бы здесь прогибаете пространство, хотя, в принципе, по своей натуре, да, вы изобильный человек, вы умеете зарабатывать, и вы знаете, как это сделать. Но вот здесь вот трудность, она заключается именно, мне кажется, временно, и это ваш урок, то есть, возможно, вас здесь ограничили в финансах, и вот это вот состояние, да, сейчас давайте мы посмотрим более подробнее о чем, но здесь вот присутствует какая-то вот агрессия, жесткость. Знаете, у кого-то это связано, может быть, с переездом, это может быть связано с какими-то движениями, передвижениями, это может быть связано с границами каким-то образом, да, то есть, возможно, вы заказы какие-то свои не получаете, да, то есть, ну, заказали и ждете, да, там либо посылка какая-то очень важная, да, вы за нее многое заплатили, то есть вы ждете, либо вот здесь вот, знаете, как-то транспортный, может быть, у вас есть какой-то бизнес, то есть все, что связано с переездами, с перевозками, да, вот здесь вот какое-то движение на достаточно большие расстояния, либо это как-то может быть связано с интернетом, со связью, продажей, но здесь не получается, вы очень сильно агрессируете по этому поводу. Здесь переживания, они такие, знаете, вот, может быть, вы резко кому-то что-то скажете, ответите, может быть, там с поставщиком что-то не получилось, и вот вы прям злитесь здесь, вот, взвозь очень сильная, связанная как раз-таки именно, возможно, с тем, что, либо с товарами, да, как-то сложно, либо, если это не связано с бизнесом, то это связано с вашим внутренним состоянием, что вы действительно хотите, у нас раскладыш, как называется, что необходимо сделать, чтобы расширить денежный поток, да, как бы его активировать. Ну, вот у вас как раз-таки получается то, что из-за того, что вы не можете расширить свой денежный поток финансовый, да, вот выйти на другой, я бы сказала, даже уровень более качественный, вот вы хотите жить иначе, но у вас не получается, и вы залите здесь очень много, еще раз повторюсь, злости. Вы ушли от баланса, да, здесь причина вот этой злости говорит о том, что вы действительно ушли от баланса, и попались, знаете, вот именно вот это вот состояние пресвящения, я устала, я устала, либо я устала уже все пробовать, я уже все перепробовала, ничего не получается, и я уже как будто бы на дне, и не верю, что вообще как-то эта ситуация решится, и руки опустились, и уже как-то все приело, здесь огорчение, переживание, апатия, и вообще вы как-то закрылись. А причина, почему вы ушли от этого баланса? Была какая-то ситуация, которая разрушила именно ваш материальный план, с чем была это связана, остановка, да, остановка какая-то была в движении. Мне кажется, здесь это было как-то связано, вот знаете, с коронавирусом, не потому что это было по всему миру, а вот именно в вашем случае здесь действительно как-то вот все остановилось, и это было для вас неожиданно, и вы не смогли реализовать свои какие-то задумки, вы не смогли реализовать свои какие-то цели, знаете, иногда такое бывает, что вы прям все подготовили уже, да, и вдруг, коп, на самый последний момент все остановилось, и вы в шоке, и деньги вложили, и уже все, и вы как будто бы ждали их получения, а все замерло, все остановилось, и как-то повлиять на это не могу, и жить как-то надо, и что делать, вот, и здесь возможно, а знаете, еще, вот все равно как-то, мне кажется, может быть, меня смотрят люди, у которых есть свой бизнес, знаете, здесь такое ощущение, что меня заплатили, вот прям, знаете, заплатили деньги за продукты, а их, допустим, на таможне как-то где-то остановили, и продукты портятся, и если даже откроется граница, то вам, вы получите продукты уже просроченные, а установку, боже слова не помню, неустойку вам никто не заплатит, вот здесь вот какое-то такое состояние, да, я не говорю, но что если вам этот пример не подходит, вы просто состояние поймите, что когда уже это пришло, оно вам уже не нужно, и вы попались очень-очень сильно, вот здесь вот такое вот состояние у вас, поэтому это вывело вас из равновесия. Какие ваши действия в прошлом привели к настоящему положению дела? Знаете, вот именно ваше желание, а ваше желание иметь какие-то вот ваши действия, которые были направлены на развитие, и вот здесь у нас пошли утраты. С чем это было связано? Да, это как-то с прошлым, а вот здесь, может быть, знаете, с семьей как-то это тоже связано, либо у вас был как-то семейный бизнес, либо как-то, может быть, там расставание было, но как-то это было связано с семьей. С семьей, с какой-то стабильностью. И дьявол, конечно, как же не выпал наш любимый дьявол. Вы хотели получать удовольствие, вот даже если это, допустим, связано с развитием, да, даже неважно, какой сферы это касается, вы хотели получать сюда, допустим, если это работа, вы хотели, чтобы ваша работа приносила вам удовольствие, наслаждение. Вот вы как будто бы даже если это бизнес, хотели его расширить, либо раскрыть в себе какие-то способности, и деньги туда вложили. Вот, то здесь удовольствие присутствует. Возможно, кто-то на какие-то удовольствия потратил деньги, либо вложился, поверив, что вот это вот, да, будет достаточно прибыльным, и попался здесь в ловушку. Да, здесь человек, вот касательно своих желаний, да, вкладывался, вкладывался, ну, то есть был какой-то импульс, а результат он не получил. Вот здесь вот огорчение о том, что не получили результата, да, не было вот активности, не было каких-то действий. Хорошо, как вы транслируете в поле свое отношение к деньгам, да, то есть как люди вас воспринимают, вообще как вы считываетесь энергетически вовне, как вы распоряжаетесь деньгами, возможно, как вас люди видят. Никак, тишина и спокойствие. Тишина и спокойствие никак. Никак вы не транслируетесь, либо если транслируетесь, ну, тишина и спокойствие не в том, что у вас все хорошо, а как-то все тихо, и нету как раз-таки вот расширения, развития. То есть, знаете, как вот этот, нету какого-то успокоения душевного. Вы как будто бы не понимаете, не знаете, как дальше двигаться, либо как вообще взаимодействовать с деньгами. Здесь вопрос партнерства. Очень много передвижений. Я же говорю, я не знаю, почему, но все карты показывают о каком-то передвижении. Либо вы хотите передвигаться, да, допустим, там переехать, что-то сделать, вам не хватает денег, либо ваш бизнес связан с переездом, либо вы хотите переехать, переехать на переезд, нету денег. Вот здесь вот как-то, вы знаете, передвижение, вы как будто бы надеетесь на... Вам не хватает какого-то сотрудничества, партнерства, и вы это транслируете. Ну да, то есть вы транслируете о том, что нету денег, нету денег, и поэтому нету сил, как будто вы надеетесь на какую-то удачу, что все получится, да, что вы как будто бы защищены. Ну вот знаете, вот все тайно, здесь очень скрытое, да, много чего-то. Вам непонятно, есть многие знаменатели, неизвестные вам, да, то есть у вас есть точка ВА, где вы находитесь, и точка В, куда вы хотите прийти. А каким образом туда, и как, и что, и не знаете. Ну вот, и почему, почему вот эта вот неизвестность, почему вы это... Ну вот вы транслируете, что вы хотите двигаться. Почему? Да потому что произошли разрушения, либо внутри, либо происходят. Очень, очень, знаете, здесь много разговоров ведется, ненужных, лишних, как за вашей спиной, вот пятерка мечей, она еще про это и говорит, о каких-то, знаете, сплетнях, что люди за вашей спиной говорят. И здесь, возможно, ваша ошибка заключается в том, что вы рассказываете много о своих планах разным людям, то есть до того момента, как они случились, реализовались. Здесь люди очень много говорят, здесь много пустых разговоров, которые вот вас разрушают, в том числе и мысли ваши. Здесь, знаете, так же, как рекомендация сейчас пошла, держите при себе. Вопрос финансовый, держите при себе, не просто потому, что говорят, что вообще о деньгах они говорят, не рассказывают, а вот здесь дело в том, что вот вам не нужно рассказывать, здесь как будто вы, вот когда вы говорите, вы разрушаете вот эту вот энергию, здесь получается так, что вот как будто вы ее накопили, да, и она должна реализоваться, а вы про нее рассказали до того момента, как должно реализоваться, и вот эта вот энергия, которая планировалась направиться на реализацию, она вдруг, ее стало недостаточно, потому что на разговоры ушли энергии, вы ее слили, понимаете, вы ее разбрызгиваете, расплескиваете, и вот это вот количество необходимое вам потом не достает. Хорошо, что вы должны усвоить, понять, вот вообще из вашей этой ситуации, что трудности, которые стоят у вас на пути, они вас только закаляют, и вообще вам нужно перестать как-то слушать других людей, я не знаю, может быть здесь влияние других людей на вас очень велико, да, может быть вы прислушиваетесь мнению других людей, может быть вы зависимы от критики других людей, вот здесь вот как-то другие люди, они очень влияют на вас, и вы должны понять, что преодолев вот эти сложности, во-первых, вы выявите, кто у вас есть друг, кто у вас есть враг, а во-вторых, вы как-то внутри себя через эти сложности закаляете себя, да, дракон, вы становитесь более мудрее, то есть здесь вам именно для знаний, не случайно что по тайности, тайных знаний выпадало здесь, да, то есть вы как будто вы учитесь, становитесь более мудрее, более опытнее, сильнее, я бы так сказала. Здесь вы отрабатываете навыки упорства, да, то есть вот эту вот свою мечовость, агрессивность марсианскую по пятерке мечей, ее нужно направлять не на разрушение, а на созидание, то есть накопление силы, чтобы двигаться, чтобы преодолевать, то есть здесь вы как будто поведете борьбу с самим собой, но не на то, что вот я плох, да, и это вас разрушает, а наоборот на то, что вот эта вот энергия активная, мужская, я смогу, да, это вот как скалолазу, лезу, да, я могу, и еще шаг, и еще шаг, знаете, вот преодолевая, да, каждый раз ставив высшую планку, я могу, я могу, вот здесь вот такая вот энергия должна быть, вы придете, конечно же, в той высоте, которую вы программировали для себя, что вам мешает в конечном итоге открыться денежному потоку, то есть чего вы не видите, вот огонь выплыл, представляете, огонь и солнце, то есть карты, говорящие именно о страсти, о огненности, то есть вот эту вот энергию жизненной, да, амбиции, вот энтузиазм, который у вас есть, огненная ваша природа, вы ее направляете не туда, куда нужно, то есть вы ее направляете не на созидание, а на разрушение, и чего вы не видите здесь, интересно, ученые и влюбленные, что же вы не видите, знаете, вы не видите на самом деле, как ваши деньги, они завязаны на ваших взаимоотношениях, либо с вашим партнером, ну, если там замужем, да, либо у вас серьезные отношения, с противоположным полом, здесь вот как-то деньги связаны с отношением не от того, что вы, допустим, зависимы, потому что вас содержит, нет, а здесь именно то, как вы выстраиваете взаимоотношения с противоположным полом, межричностные, да, то есть близкие отношения, таким же образом вы взаимодействуете с финансами, то есть у вас одна и та же модель поведения, сценарий мышления, и вот здесь вот вам вот этих знаний как раз таки и не хватает, этого вы не видите, не понимаете, не осознаете, то есть то, как нужно творить, да, здесь у вас перерождение, может быть, знаете, у кого-то есть обиды, есть какие-то незавершенные отношения, вот те сложности, которые у вас есть во взаимоотношениях, они не дают вам, то есть, скорее всего, не то, что не дают, они влияют на ваш финансовый поток, я бы так сказала. Здесь надо как-то иначе пересмотреть вот этот вот денежный аспект. Знаете, на самом деле очень много огня, очень много огня. И пылающее сердце, плюс ко всему, ну, прям я на солнце хотела уточнить, что мешает денежному потоку. Знаете, вы как-то, может быть, даже и ваша неуверенность, да, пылающее сердце, ваше сердце, наоборот, потухло, оно не горит даже именно ровно, вот мешает то, что вам нужно свой пыл, да, свой жар как-то поупавить, да, знаете, огонь на самом деле, когда он горит, он привносит пожар, пожар – это не совсем хорошо, но когда он контролируемый, да, вот этот вот пыл, тогда он превращается в согревающий огонь, да, огонь в печи, да, либо огонь, костер в лесу, когда мы хотим согреться. Вот ваша задача прийти вот именно к этому созиданию, потому что вы согревается своим огнем и поддерживать его таким образом, чтобы управлять этой стихией. А вы же, наоборот, слишком, слишком горите и стали вот именно пожаром, вам надо стать костром, поуменьшить свой пыл. И сразу вопрос, что нужно сделать, чтобы денежный поток озабился. Так, я время смотрю, насколько я могу своим зрением увидеть. Так, что нужно сделать, чтобы денежный поток возобновился. Смотрите, вода выпадает, да, королева кубка. Вы знаете, вот вам нужно действовать, да, но при этом двойка жезлов попадает, двойка мечей, да, и двойки кубка. Вам нужно действовать, но действовать достаточно активно, так как у вас есть, да, вот огонь, вот эта вот страсть, двойка жезлов и говорит о том, что вы уже готовы ко всему, да. То есть здесь уже не надо вести переговоры, а здесь вот достаточно, наоборот, надо вести себя достаточно активно, жестко. Но в вашем случае, поскольку здесь все-таки первая карта выпала королева кубка, говорит о том, что нужно, я бы сказала, знаете, не переживать, а прислушаться больше к себе. Об этом и говорит двойка мечей. Закрыться от внешнего мира, перестать слушать и видеть то, что вас окружает, да, возможно, вот как-то ситуация, она на вас повлияла, и вы начали переживать, а начать действовать, сконцентрироваться на том, что вы хотите, вычинить то, что вы хотите, и плавно, целенаправленно идти, без каких-то, вы знаете, переживаний, волнений, вот этих вот сплесков, да. Такая ситуация пришла уже к своему логическому завершению, вы уже на самом дне, благая новая заключается в том, что хуже, чем уже сейчас у вас не будет, вот. И здесь надо двигаться уже дальше по тройке жезлов и рыцарю жезлов, да. То есть, знаете, снова как будто бы поверить в себя и гореть ровно, я бы так сказала. Я не хочу вас зажечься, потому что у вас уже горит это пламя. Я бы сказала, двигаться к своим целям, но при этом не таким образом цикличным, как вы двигались до этого. То есть, загорались, ну, запала не хватало, вот. А здесь ровно надо гореть. Здесь не хватает вот такого движения. Но обязательно поверить, поверить и двигаться вперед в желании открыться. Вы в своей голове, вот девятка краски мечей, восьмерка мечей и девятка кубков говорят о том, что это вам как раз-таки вы сами себя в голове ограничиваете, да, вот вам надо убрать вот эти вот ограничения в удовольствие. Ну, я же говорю, вот то, что вы погнались раньше за удовольствием, вы поняли, да, что что-то там было не так, да, ранний дьявол вас искушал, а теперь вы поэтому закрылись, сказали, нет, я уже больше не хочу, но вы пошли в другую крайность. То есть, сначала все, да, и я прям кайфую, а сейчас вы закрылись и сделали, условно говоря, неправильные выводы. То есть, вопрос не в том, чтобы себе не разрешать получать удовольствие, а действительно наслаждаться, да, дело в том, что раньше вы от этого не наслаждались, да, вам казалось, что я кайфую от этого, а по факту получусь не так. То есть, знаете, вот это вот ровное, фоновое, вам закрываетесь от удовольствия, а если нет удовольствия, то и нет желаний, а на желания приходят финансы для того, чтобы их реализовывать, да, то есть энергия приходит на дополнительное, на удовольствие и наслаждение. Если вы не получаете удовольствия, поэтому у вас и не будет финансов, но действительно получать удовольствие, что я имею в виду действительно, это знаете, иногда мы говорим, о, будет день рождения, я там буду праздновать, пригласили людей и все такое, но на самом деле на таких праздниках мы не радуемся, да, потому что у нас есть переживание, чтобы всем хватило еда, что все пришли, что все было хорошо, вот, и нету этого удовольствия. Удовольствие бывает тогда, когда вы долго работали, устали и у вас выпал в отпуск, вы приехали на море, легли и вот вы просто расслабились на этом песке, вы получаете удовольствие, вы ничего не делаете, да, голова пустая, хорошо, вам тепло, вы согреваете, вы получаете удовольствие. Вот это состояние фоновое, спокойное, то есть здесь не про радость, не про смех, не прям, не про эти эмоции, а именно про ровность, а вы закрываетесь от этого удовольствия, от наслаждения, к вам к этому нужно прийти. Ну, страшно, 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 очень сильно ваши страхи перекрывают по поводу финансов. Ну, работайте со своими страхами, да, то есть денежный канал вам поможет раскрыться вот именно о получении удовольствия и работа со страхом. В принципе, это одно и то же, потому что страхи это наше сопротивление, сопротивление чему-либо, вот, а когда мы перестаем сопротивляться, мы расслабляемся, мы расслабляемся, что мы делаем, мы получаем удовольствие. Вот, по сути, это все про одно и то же, ну, то есть цепочка логическая так раскрывается. Вот такой вот у нас с вами был и второй вариант, и вообще сегодняшний расклад, я надеюсь, что он вам понравился, побеждайте вашу обратную связь. Благодарю за ваши лайки, дизлайки, за ваши комментарии, кто еще не подписан на канал, подписывайтесь, ставьте, нажимайте на колокольчик, все эти действия, они необходимы непосредственно для моего канала. И самое главное, что я забыла сказать в самом начале, но никогда не поздно, за то, что я очень рада, что мы пересекли уже, перешли грань трех тысяч подписчиков. Для меня каждый новый рост, новая тыщенка, как говорится, да, это радость, это мой личный успех. Вот, и я забыла сказать об этом в начале, но я говорю сейчас, что я очень рада и хочу пожелать себе намного больше подписчиков, желающих развиваться, ищущих себя именно вот таких, не просто о количестве, мы говорим о качестве. Итак, я с вами прощаюсь. Теперь уже, наверное, до пятницы, да, в пятницу выйдет расклад про отношения, если я ничего не напутала, до новых раскладов. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok